Здравствуйте! На Щелокском телевидении диалог о православии. О вечности, спасении наших душ мы говорим с освященником Русской Православной Церкви, настоятелем Николы Берликовского монастыря, благочином монастырей Балашинской епархии Игуменом Евмении. Отец имений, добрый вечер! Добрый вечер! Да. С понедельника мы вступаем в особые дни Великого Поста, время очищения и исцеления наших душ, тела. В воскресенье Православная Церковь нам предлагает вспомнить главную трагедию человечества. Это изгнание, грехопадение, изгнание Адама из рая. Вот предлагаю сегодня этим поговорить, почему вспоминается такое событие. Ну, действительно, вся наша человеческая жизнь, она началась с наших предков Адама и Евы, и она начиналась-то в раю, и в раю, в общем-то, не было ограничений для жизни наших православцев. То есть, они занимались тем, можно сказать, чем хотели, что им Господь даровал для этого. Но для того, чтобы они все-таки помнили о Боге, Господь даровал им всего одну, единственную заповедь – не вкушать от одного из деревьев в раю. Одно дерево было выбрано, хотя их там были тысячи плодоносящих, вот это одно дерево, нельзя было с него брать плоды. Только для того, чтобы таким образом показывать, что мы Бога слушаемся, уважаем и любим. И, собственно, это и был пост в раю Адама и Евы. То есть, они не вкушали один из плодов, все лишь один единственный из плодов всего райского сада. И, конечно же, этот пост они нарушили, вкусили плоды с этого древа, и последствиями этого произошло грехопадение, изгнание из рая, и та жизнь, которую потом Адама плакивал тысячу лет, потому что он жил в земном уже нашем мире около тысячи лет, и все это время он плакал. Ну, а что страшного произошло в том, что он съел и съел? В том-то все и дело, что действительно это такой же плод, как и другие деревья плодоносящие, то есть они ничем не отличались от других плодов. Но Господь, выбрав это древо, Он сказал, что таким образом указал Адаму и Еве, кто есть творец этого рая, кого надо слушаться, то есть не с своеволием, не себя слушать, как Адам и Ева поступили, и уж тем более не слушать падших ангелов в лице цатаны, а слушать Бога. И таким образом Господь сразу выстраивал иерархию, кто главенствующий, а кто уже в послушании находящийся. Здесь это и было нарушено. Ну, а если мы не слушаем Бога в одном, то мы Его и во всем другом не слушаем. Это закон жизни. То есть мы один раз перестаем слушаться, и дальше это как снежный ком друг на друга наслаивается. Получается, из одного непослушания в другое переходим. И здесь, конечно же, даже вот сам этот грех вкушения плодов с этого древа, он был уже конечной стадией деградации, можно сказать, Адама и Евы. То есть они были настолько увлечены райской красотой, райскими плодами, райской жизнью, что про Бога они забыли. И они перестали его вспоминать, его, так сказать, ставить во главу угла своей жизни, потому что ведь Господь создал рай. И Господь даровал им рай. И Господь даровал им все, что у них было. Это и тело, это и душа, это и какие-то навыки, возможности, таланты и прочее. И даже послушание всей природы и животных им, это тоже было от Бога даровано им. Но они этого не оценили. И, соответственно, отнеслись к этому очень легкомысленно, посчитав, что если они в раю, то все уже совершилось. Теперь они будут так вот припеваючи жить самодовольно и самовольно, делая все, что им хочется. В этом как раз внутреннем разложении духовном и произошло такое грехопадение, то есть начальная стадия его. А потом Сатана этим просто воспользовался, видя, что они очень увлечены красотами рая. Он предложил просто, ну а что, другие можно кушать, а что этот не скушать. Тем более, что вы станете как боги, он еще, так сказать, здесь интригу ввел в это действие. И, ну, если сейчас уже им все подчинено в раю, то если они как боги станут, то и ангелы тогда им подчинятся, и вся вселенная подчинится. Не знаю, что еще там Сатана им рассказывал, какие фантазии и сказки. Но, тем не менее, вот это своеволие и отступничество от послушания Богу, оно привело к изгнанию из рая и жизни уже в земной юдали плачевной, как это называется, в Священном Писании. Ну, по аналогии, наверное, с тем, что мы сейчас рассказывали, можно привести наш пример. Нам установлено Богом в Великий пост. И кто не постится, они, получается, как Адам и Ева тоже, да? Ну, да, мы тоже сейчас должны поститься и соблюдать уже не одну заповедь, а десять заповедей, да, Господь нам даровал уже, так как Адам оступился, а из поколения в поколение мы все больше и больше собираем грехов, то уже десять заповедей Господь нам дал для послушания Ему и для проявления любви к Нему и уважения, и вот такого самоотречения пред Богом. Конечно же, тот, кто не постится, без причины, без какой-то оправдывающей, да, может быть, там, ну, бывает по болезни, человек не может поститься, по немощи, по слабости, там, или еще что-то. То есть, могут все, просто разная степень, да, бывает поста. Да, но есть такие, да, там, пять ступеней поста, которые могут каждому быть подобраны, то есть по... начиная от сухоедения и только питья воды и заканчивать там рыбой, растительным маслом и прочими такими вот вещами. Поэтому здесь лишь бы было бы желание поститься, человек может подобрать это. Да, но это мы говорим именно о таком материальном, о пищевом рационе, а ведь на самом деле это все гораздо глубже и серьезнее, чем просто непринятие определенной пищи. Ну, как мы про Адама начали, у него же тоже это пища была, да, вот это яблоко с древа познания, добра и зла. То есть, а внутренне он вот проявил непослушание и забвение богоотступничества, так называемое, так сказать, богоотступничество в забвении про Бога. Вот то же самое и здесь. Человек, кто не вкушает пищу, ну, по диете, то есть он или ради спорта, или ради похудания, или ради какой-то там, не знаю, здоровья, а про Бога не помнит, он тоже не постится. Это не засчитывается в пост, это делание ради самого себя, не ради Бога это делание происходит. Поэтому здесь надо акцентировать, вот это внутреннее свое содержание поста, оно должно быть как самоотвержение своей воли для исполнения воли Божьей. Тогда все станет на свои места. Ну и, конечно же, мы, кроме пищи, еще и отвлекаемся от Бога чем? Увеселениями, телевизионными всякими там сериалами, передачами, какими-то гостями там, или еще какими-то там праздниками. Это же тоже просмотр новостей, да? Он же тоже нас отвлекает. Мы думаем, вроде серьезное дело, а все равно мы забываем о Боге. То есть мы тут опять напоминаем того самого Адама, который отвлекся от Бога красотами рая. Животными, там, птичками, рыбками, всякими плодами, ягодами. И про Бога забыл. Вот так же и мы сейчас, точно так же, суетой этого мира отвлекаемся, забываем про Бога, и, в общем-то, идем по тем же стопам Адамовым. Ну, то есть по послушанию церкви, соответственно, и Богу, да? То есть каждый человек должен на себя там, ну, даже если он болен там, чем-то не может, а без пищи там определенной обходиться, да? Но, по крайней мере, может себя в чем-то ограничить, да? Там, просмотр, там, телевизор того же. Ну, и с телевизором можно, и самое важное-то это все-таки памятование о Боге, да? Богомыслие и беседа с Богом, то есть молитва. То есть если человек все-таки молитвою и постом желательно, конечно, но если поста нету, ну, допустим, человек болеет, то можно хотя бы молитвой ведь пост содержать, внутренний пост, духовный пост, и отвращаться от всяких зрелищ, от всяких увеселений, от всяких там гостей и прочего-прочего. Это тоже Господь примет как пост. Да, и раньше вот некоторые люди, да, в посты специально причащались. Ну, если говорить о том, как у нас до революции происходило в православной русской империи, так закрывались театры, закрывались увеселительные какие-то там концерты и прочее, закрывались мясные лавки и молочные лавки, закрывались на рынках. То есть вот было только, все везде постное продавалось, и никаких увеселений не было. Соответственно, и это так во всей Российской империи происходило. Потом уже шло, так сказать, от шага к шагу послабление, пока это совершенно не развратилось, и уже и театры, и концерты, и все это было во время поста, и это уже перед революцией, когда Господь уже наказал русский народ за отступничество от православной веры. Но, тем не менее, сначала были вот такие установки. Поэтому давайте мы все-таки вспомним наших предков и постараемся так же и мы поститься. Это наша необходимость. Да, и кроме того, сейчас в церкви такая очень насыщенная жизнь. Там и канон будет читаться, и торжество православия и воскресенье будет. То есть там очень много таких праздников, которые можно посетить людям. Ну, наверное, не для всех это понятные слова. Канон, Акафист или еще что-то такое. Да, это все греческое. Но, можно сказать, такие молитвенные делания, которые каждый день определяют какое-то свое смысловое назначение. И первое воскресенье будет торжество православия, и дальше будет каждое из воскресенья чему-то другому. Так сказать, мы в дальнейших передачах это будем раскрывать. Будет посвящена каждая воскресная служба. А канон Андрея Критского – это древнейший из молитвословий, написанное святым Андреем Критским, который, в общем-то, изложил от Адама до конца света, можно сказать, всю историю человечества, изложил вот в таких молитвенных песнопениях с размышлениями, с покаянными чувствами, с молитвами к Богу о прощении. То есть очень полезно и для человеческого внутреннего мира это послушать, поучаствовать, помолиться в этом ключе, потому что оно прививает человеку правильное мышление, правильную молитву и правильный образ жизни. Все-таки наш образ жизни начинается с внутренней веры, с внутренних мыслей, с внутренних желаний. И здесь как раз канон Андрея Критского очень хорошо настраивает на это. Да, напомню, что он будет читаться с понедельника по четверг, в первую семью Великого Поста, по вечерам в каждом храме. Вечерняя служба. Да, сама атмосфера, там люди со свечами. Даже человек не понимает, все равно даже он постоит на этих службах и все равно проникается. Да, очень проникновенные сами тексты этих канонов и сама атмосфера такая молитвенная, и еще и вечерняя служба, она все-таки в темные храмы со свечками очень все воздействует на душу очень благодатно. Всем советую. Да, но если кто-то не может, например, по болезни или по работе, могут, например, сейчас же в интернете свободные сочники, да, можно. Да, и самому про чести можно и послушать, и посмотреть. Даже поучаствовать. Это будет наверняка трансляция из Храма Христа Спасителя, чтение канона, патриарх будет читать, и это все будет транслироваться там по Союзу или по другим способам, по каналам православным. Поэтому поучаствовать в этом можно любому. И кто не может выйти из своего дома, я думаю, есть масса возможностей также приобщиться этому. Да, очень сильно там вот такое есть аудио патриарха Пимена, когда вот они служили в те годы еще, вот там очень прям сильно. Так что тоже можно порекомендовать. Накануне Великого Поста еще прощенное воскресенье. Почему оно так называется? Для чего нужно прощать? Ну, вот наша жизнь, она состоит из злоключений, из грехов, из каких-то конфликтов с ближними, из каких-то обид друг на друга, из прочих трений, непониманий и каких-то конфликтных ситуаций, которые, можно так сказать, как сетью пронизана вся наша жизнь человеческая в этом мире. И чтобы мы хоть чуть-чуть вырвались из этих сетей дьявольских, которые дьявол нам устраивает эти конфликты, подстраивает и сталкивает людей лбами и начинает, так сказать, их потом использовать как марионеток, как манипуляции делать с душами человеческими. Так вот, чтобы из этого выйти круговорота бесовских действий, связанных с обидами друг на друга, с непрощением, злопамятством и прочим, последнее воскресенье перед постом великим, оно называется прощенным, то есть мы на вечерней службе просим друг у друга прощения, и таким образом мы закрываем прошедший, так сказать, год от прошлого великого поста, все, что мы натворили, все, что мы сделали неправильного, мы просим друг у друга прощения, чтобы наши души очистились от злопамятства и обид и таким образом были открыты для того, чтобы Господь вошел в них, потому что там, где злоба, обиды или какие-то другие неправильные чувства, греховные чувства, Господь туда не входит, для Него это неприятно, можно так сказать. Поэтому мы, чтобы Господь мог войти к нам в душу, мы должны ее подготовить к этому вхождению и просим прощения друг у друга именно для этой цели. Ну и если вспоминать даже молитву Отчина, что мы помним последние из фраз, «И оставь нам долги наши», как и мы оставляем, с должникам нашим. Во всех других молитвах там либо мы славословим Бога, либо просим прощения, а здесь мы договариваемся. Вот я прощаю, и ты, Господи, мне это, поэтому прощай. То есть удивительно, ну такая наша наглость в некотором роде, да, здесь она… Дерзость, наверное. Да, или дерзость, да, присутствует, но кто мы такие, чтобы Богу ставить условия? Я прощаю, и ты прости. Как-то тут Господь настолько милостив к нам. А Господь и сам сказал, чтобы мы так молились. Что да, Он нам, да, чтобы не было этого дерзости и наглости с нашей стороны, Он сказал, вот так молитесь, вот так мне будет приятно. И поэтому, ну кроме вот этого такого договорника с Богом, да, как сегодняшние фразы есть такие, мы здесь еще и обязываемся оставлять другим грехи их. Вот в этой молитве, отече наш, которую мы должны читать каждый день несколько раз на дню, мы каждый раз говорим, оставь нам, как мы оставляем. То есть мы самих себя этой молитвой убеждаем оставлять грехи других людей. Ну, не все как бы ловят этот смысл при чтении молитвы, он пропускается, не осознается, да, но тем не менее этот смысл заложен в этой молитве, поэтому вот особенно Великий пост, сделайте на этом упор, вот такое внимание сконцентрируйте на том, чтобы оставлять грехи всем окружающим нас людях. Ну и кроме того, до людей это повод, да, прощенное воскресенье, ведь сколько есть людей, которым вроде, ну, хочется попросить прощения, но скажут, ну, как я буду звонить, неудобно все-таки, а здесь есть повод. Тут предлог, да. Предлог прощенный, поэтому всем можно, то, что у нас на душе, там какие-то тревоги, прям раз, позвонил, или там, ну, то есть Господь и здесь нам подготавливает. Сейчас еще смс-очки шлют, все это там, прости меня, я прощаю. Слабости настолько нас любят, что он даже сам предлог создает в виде православной церкви, в виде прощенного воскресенья, чтобы мы этим предлогом воспользовавшись, не что же сумняшись и не там никаких мыслей в голове не имеем, просто шли по тому, как церковь предписывает. Говорят, просить прощения, буду просить прощения. И тут стесняться нечего. А вот есть такая традиция, так положено, да, когда у тебя просят прощение, ты говоришь, Бог простит, и я прощаю. А почему у нас такая вот уверенность, что Бог простит? Ну, эту уверенность мы берем из Священного Писания. Сам Господь говорит, не хочу смерти грешника, но обратитесь и живо быть ему. Вот обратиться – это и есть покаяться. То есть и Господь не хочет, чтобы мы погибли. То есть Он нас обязательно простит, если бы, главное, чтобы мы обратились. Поэтому Бог простит, это обязательно произойдет с каждым из тех, кто просит у Бога этого – простить его. То есть прощение просит у Бога, он получит прощение. Да, и тоже отче наш, мы только что говорили, да, если ты прощаешь, и Бог простит. А еще и эта договоренность, опять же, да. И как раз вот эти вот про прощение, про сколько раз прощать, говорится в евангельском отрывке, который будет читаться в воскресенье, да, предлагают нам сегодня почитать, мы с вами на русском, в церкви будет на церковно-славянском языке, Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 14 по 21, пожалуйста. Давайте послушаем Евангелие. Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешение их, то Отец ваш не простит вам согрешение ваших. Так же, когда опаститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайные, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. О важности прощения мы с вами поговорили. Сколько же раз надо прощать? – Если опираться на евангельский текст, то мы читаем, апостолы, также спросили, апостол Петр, кажется, спросил у Господа, «Господи, а сколько прощать человеку? Три раза на дню?» Господь сказал, или семь. Господь говорил, седьмижды седьмесять раз, если у тебя попросят прощения, ты должен простить. Но, значит, как трактовать это, седьмижды седьмесять? Либо это семь умножить на семьдесят, то есть четыреста девяносто раз на дню. Ну, либо это семьдесят семь, что тоже достаточно большое число. И вряд ли кто-то семьдесят семь раз против вас согрешит в день. Уж тем более четыреста девяносто раз против вас кто-то будет делать что-то такое нехорошее. Поэтому мы в этом понимаем, что сколько раз согрешает в течение дня человек против вас, столько раз и надо ему прощать. И уж точно на следующий день не переносить никакой памяти о сегодняшнем согрешении человека на завтра, или там тем более на месяц, или на год. А некоторые всю жизнь помнят, к сожалению, тот или иной грех, против них согрешенный человеком. Это все... Еще не факт, что это грех был, да? Да, это все, во-первых, Богу не угодно, а во-вторых, это очень страшно разъедает душу. То есть это все равно, что выпить уксусы или кислоты какой-то выпить. То есть оно разъест вам ваши внутренние органы, вот эта уксусная кислота, и вы просто погибнете. А здесь вот такая же кислота, злопамятство, она разъедает вам душу. И вы где бы ни были радоваться надо, или праздновать что-то, или там работать, или думать о чем-то там, ну, каких-то приятных моментах, а вам каждый раз, все время, одна и та же мысль, а вот он такой, а вот там сякой, а вот такие грехи. Или забыл, а потом встретил за человека, опять забыли. Опять это начинается. То есть вот эта вот навязчивая мысль, злопамятство, она вам не дает жить спокойно, и уж точно ни радости, ни покоя не принесет. И чем дольше вы в этом состоянии находитесь, тем больше вы вживаетесь в это нездоровое психологическое состояние, и тем больше страдает ваша душа, вечная душа. Поэтому чем быстрее забудете, тем легче это перенесете, и тем лучше будет вам же на душе. Это кроме того, что еще и Богу угодите. Да, и кроме того, это событие уже произошло, а получается так, что мы все время его продумываем, оно как будто живет, живет это событие. Ну, наша душа так устроена, что мы все время думаем, даже во сне, когда спим, все равно у нас какие-то мысли, какие-то чувства, кто-то нам снится, что-то происходит. То есть душа никогда не останавливается, так чтобы совсем ничего не было. И поэтому она постоянно живет в том, к чему привязана. Вот здесь она, если она привяжется к злопамятству, то она этим злопамятством будет жить и в этом мире, в течение всей своей жизни, и что более страшная вечность уже в том мире. И, соответственно, уже само злопамятство будет ей наказанием. То есть она уже никогда не обретет покоя и никогда не будет с Богом, потому что Господу это не угодно. И там, где Господь, там нет злопамятства. Посмотрите, как Господь на кресте, когда его распяли, молился за убийц своих. «Прости, мочи, ибо не ведают, что творят». Вот, собственно, так надо, наверное, молиться нам, если против нас кто-то что-то сделал или кто-то что-то там сказал или там каким-то образом нас обидел. «Прости, мочи, ибо не ведают, что творят». Ну, просто человек, может быть, действительно сам и не знал, что он вас обидел. Он даже не хотел и не предполагал. И уж тем более, если он знал и специально это планировал, тем более, «Прости, мочи, ибо, ибо не ведают, что творят», потому что за это ему придется отвечать уже в вечности за этот грех. «Да, мы сейчас себе накручиваем, как мы с вами же неоднократно говорили, что бывает, человек с нами не поздоровался, мы на него…» «Ну да, у него зуб болел, может, у него не до нас было». «Зуб болел, он не видел тебя дальше». «Или зрение плохое было, да». «Что-то случилось, да. А мы все, мы уже в черный список висли». «Да, все. Уже больше с ним я не разговариваю. И на всю жизнь. Просто из-за того, что он мимо прошел, уткнувшись с земли, может быть, у него там, не знаю, кто-то умер там, или у него что-то болит, ему ни до кого нет. Он один сейчас вот в своем внутреннем мире пребывает, он наружу даже и не смотрит, взгляд не поднимает от земли. А мы на этом делаем грандиозные выводы, что он что-то задумал, он, значит, нам что-то хочет злого и пакостного сделать. Манительность. У нас, наверное, часто и происходят именно вот такие вот моменты, когда мы что-то себе надумываем. Мы постоянно из мухи делаем слона. Вот давайте, когда к нам кто-то что-то приходит, что-то делает и говорит, давайте не будем из этой мухи делать слона. Наоборот, надо из слона сделать муху и не заметить ее. А вот когда мы что-то делаем, вот тут надо уже из нашей греховной сущности мы обычно слона, так сказать, не замечаем, делаем муху из него. Внутри себя. Да, ну это же я как. Не-не, это нет, ничего такого. На мигуру не страшно. Да, уж сам себя-то я покрою, что называется. А это толк никакого от этого покрытия. Господь ведь будет рассматривать наши дела. Не мы себя судяем будем, а сам Господь будет взвешивать наши поступки. Поэтому важно, как Он отнесется к нашему поступку. Если это действительно вот что-то большое, то надо в этом обязательно раскаиваться. Ну, с самим злопаместом мы разобрались, надо освобождаться от наших внутренних проблем с кем-то. А если человек не хочет мириться, то есть человек подходит, просит него прощения, сколько, наверное, таких случаев, а тут отворачивается и молчит, ничего не отвечает. Что нам делать в таких случаях? Также сказать «прости, мочи, ибо не ведать, что творит». Это первая, универсальная фраза. И вторая, пожалеть его, потому что вот все, что я сейчас говорил по отношению к каждому из нас, кто злопаместует, вот это же испытывать будет этот человек. Значит, в нем злопаместство тоже живет, и он не хочет прощать. И, значит, оно настолько захватило его душу злопаместства, что оно уже им руководит, оно его в рабство взяло. То есть человек, может быть, и хотел бы помириться. Ну, кто не хочет жить в мире со всеми окружающими? А его злопаместство ему не дает этого сделать. То есть его просто, как любого раба, стоит пожалеть. Раба своей страсти. А себя отпустить? То есть ты попросил прощения, сделал? Больше себя не терзать. Да. Все, что от тебя требовалось Господу, ты сделал. Ты подошел, попросил прощения искренно, нелицемерно, без халтуры и обмана. Нет. Искренно от души попросил прощения. Дальше все ты представляешь уже волю Божию и того человека, которого ты, собственно, попросил. Простит? Слава Богу. Не простит? Ну, тут уж как Господь уж сам решит с ним. И часто наши вот эти размолвки происходят, можно сказать, от нечего делания. Потому что перед лицом опасности, да, когда что-то происходит, ну, та же война, например, да, как правило, все это забывается, и люди вот объединяются. Ну, поэтому, чем больше мы будем злопамятствовать, тем больше у нас будет каких-то нехороших ситуаций в жизни, там, как в Турции, например, землетрясение. Там уже не до злопамятств. Там уже спасали все-всех, кого только возможно, и помогали всем и вся, всем соседям, всем. Вот почему нам, чтобы мы стали жить по-божьему, почему нам нужны вот такие наказания всегда? Зачем мы их ждем? Почему именно кнутом? Давайте пряником это делать, по-хорошему, как Господь нас и призывает, по-хорошему, тогда и кнута не будет. Тогда не будет вот таких событий, там, военных действий, или там землетрясения, катастроф и прочего, там, схождение в поездов, там, как в Америке сейчас происходит. То есть мы, если мы делаем все по Божьей воле, то и Господь по своей воле нам помогает и управляет нами. И складывает правильно события в нашей жизни без каких-то катастрофических вещей. А вот если мы отвращаемся от Божьей воли, тогда Господь от нас отвращается и посылает такие испытания. Да, и чем больше народ грешит, тем больше всеобщее наказание мировое такое. Да, мы видим, как мир все больше и больше погружается в такое, в катастрофическое такое состояние, да, изменение климата, техногенные катастрофы, войны, нестроение, наркомания, там, развратность и прочее, все, что там, аборты, то есть приводит к огромному количеству смертей, болезней и других наказаний от Бога посылаемых. Поэтому здесь в наших интересах жить с точки зрения православной, то есть с положительной точки зрения, чтобы Господь хотя бы нас защитил. Но если Европа хочет жить там по своим законам Содома и Гамора, ну, она себе на свою голову и соберет огонь с неба от Господа. Нам, главное, мы не можем, так сказать, всем миром управлять и требовать от всех, чтобы они жили по заповедям Божьим. Но собой-то мы можем управлять, поэтому от себя мы должны требовать этого, тогда это будет нашей гарантией спокойной жизни. А как относиться к личным скорбям, да, потому что вот мы часто воспринимаем, а я тут при чем? То есть мы должны даже думать, что даже в чем-то другом виноваты, да, расплачиваемся? Ну, во-первых, есть такая фраза в Священном Писании «Грехи родителей на детях до седьмого колена». Даже если я не согрешил, но грехи родителей, если они грешили, мне придется нести. Причем не только родители, но и дедушек, и прадедушек, и прочих, прочих. Семь колен. Поэтому когда спрашивают, а за что это все мне послано, а почему вот там этот такой счастливчик, а у меня вот такого нету счастья. То есть надо смотреть в своей жизни, в жизни своих родителей и прочее, и прочее. Это все вы тогда найдете во всем этом ответы на ваши вопросы. Случайностей в этом мире не бывает, и Господь все взвешивает. Хотя, конечно же, есть и другие ситуации, когда Господь праведником попускает какие-то скорби, тесноты и страдания для большего венца, чтобы их наградить больше. Ну, мы помним, как Иоанн Предтечев, что он точно никому ничего плохого не делал, и родители у него были в святой жизни. Вот. Ему просто взяли и отрубили голову. И таким образом он стал самым близким ко Господу. Стоит во престоле Божьем Богородице Иоанн Предтеч. Ну, наверное, у него был образ мысли, и нам стоит, наверное, привить, что не считать себя праведниками, которые мы вот мученические венцы сейчас получим, а все-таки, наверное, ощущать свое грехо, он за те же наши мысли неправильные, да, наказание. Ну, конечно же, если мы будем считать себя праведниками, то уже это не даст нам жить праведно. То есть, это будет гордость и тщеславие. И, соответственно, уже мы не будем праведниками. Как только я считаю себя вот таким безгрешным, то я уже возомнил о себе то, чего нет на самом деле. То есть, я уже нафантазировал, и в каких-то империях нахожусь своих фантазий. И это уже препятствие для того, чтобы жить пред Богом праведно. Все праведники, они жили с очень глубоким, покаянным рассуждением, с очень такими глубокими чувствами, покаянными и со слезами на глазах. Ну, возьмите апостола Петра или возьмите преподобных отцов Афонской горы или там наших землерусской, Лавры, Дивеева, Серафим Саровский и прочее. Все ведь плакали о своих грехах, хотя жили постнической жизнью, в молитве пребывали, в посте, в трудах и в скорбях. Серафима Саровского вообще чуть разбойники не убили, и он им простил это. И всю жизнь поэтому был согменный, так он под два метра ростом был крепкий и здоровый. А когда его побили до полусмерти, вот он после этого такой приобрел согбенную походку, это же все тоже не просто так, не случайно. Это тоже Господь попускает для нашего в том числе духовного роста. Поэтому здесь, что бы с нами ни происходило, за все благодарите, как сказал апостол. Надо порыться в своей памяти, вспомнить, что же такого мы натворили, например, какие-то там скорби, искушения, то есть что мы по делам своим приемлем то все. Ну, когда мне приходят женщины часто, ну, как один из примеров, можно так же и про мужчин сказать, но у женщин очень постоянные такие вот это аборт, они почему-то забывают об этом, что это убийство. И она говорит, а вот я сейчас болею, что-то вот там меня эти отвернулись, родственники эти там меня не понимают, все так плохо, я почему-то одна осталась. Я говорю, ну, вы же делали аборт. Ну, да, ну, а чего, это же давно было. Я говорю, а у греха нету, его времени, он пребывает в вечности, если вы его не раскаетесь, не снимете. И поэтому вам такое наказание выпускает Господь за убийство собственных детей, как вы хотели. Ну, вот Чикатило там в тюрьме сидел, а здесь вы не чужих убиваете, вы своих убивали. Конечно же, за это то же самое и мужчины, они там бросили детей, бросили семью, вторую, третью семью бывает бросили, там, или алкоголиками стали, или воровали, там, ну, ну, каждой есть, так сказать, за что иметь наказание, каждому человеку, в том числе и мне грешному, также есть за что иметь наказание от Бога. И главное это осознавать, видеть пред собой свои грехи, тогда это пойдет на пользу. И, конечно же, не унывать в виде этих грехов, а исповедовать их пред Богом, чтобы Господь простил. Он же так и говорит, вы оставьте грехи другим, а я вам оставлю. Это есть из жизнеписания патриарха Павла Сербского, как-то он летел в самолете, у него спрашивают, а вы не боитесь, что сейчас пойдем тут в море, над морем летим? Он посмотрел, говорит, нет, не боюсь, будет справедливо, говорит, я столько в своей жизни съел рыбок, что в конце жизни, если меня рыбки съедят, это будет справедливо. Будет очень хорошо, да. Да. Продолжаем. Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Вот как толковать славу? Ну, действительно, некоторые люди постятся внешне, то есть Господь говорит о внешнем есть, да, вот унылый вид, какие-то там одежды такие, но там были даже такие в Священном Писании описаны случаи, когда человек, кающийся, раздирал на себя одежды, посыпал голову пеплом, садился там на перекрестке улиц и вот там что-то такое говорил свои грехи, то есть... Еще на похороны там вызывали, чтобы они поплакали. Да, да, плакали, пепломщиц вызывали, которые там оплакивали его грехи вместе с ним, то есть, ну, такой театр, да, одного актера получался. И все это лишь для того, чтобы потом встать и отряхнуться, сказать, вот все, я покаялся, а теперь вы меня уважайте, пожалуйста. Видите, какой я праведник, молодец, да. Вот Господь, вот это лицемерие, показуха Господу не угодно. Он говорит, что если ты хочешь каяться, ты кайся перед Отцом Небесным, не перед людьми, не на показ это делай, а пред внутренними своими очами и пред Богом, который также внутренне видит, как и внешне. И тогда это будет тебе зачтено и простятся твои грехи. А если ты это делаешь для людей только, ну что ж, ты здесь пред людьми делаешь это от людей и получаешь то, так сказать, награду ту, которую ты хотел взять от Бога. Господь от тебя отворачивается, потому что это неискреннее покаяние. Ну, люди тебя похвалят. Вот и все, что ты за счет этих вот действий внешних получишь. Просто подщеславишься, погордишься и больше ничего. А ты когда постишься, помашь голову твою. С чего так было? Ну, раньше вот были такие обычаи помазывать голову елеем, то есть растительным маслом, чтобы она блестела, чтобы она казалась красивее, но также и лицо, наверное, они умощали чем-то таким же. Мы сейчас там одеколонами там мужчины, да? Ну, сейчас там крема всякие, одеколоны там, припудривание. А тогда не было этого всего, то есть такой промышленности даже не было, да, и парфюмерной. Поэтому сейчас мы пользуемся такими же елеями, только более продвинутыми. А там был просто растительное масло, они просто намазывали лицо, намазывали голову свою и таким образом показывали, что у них праздник. Вот здесь Господь говорит, а для тебя пост должен быть внешне выглядеть как будто праздник у тебя, а внутренне ты должен каяться пред Богом, чтобы внешние люди не поняли, что ты там унылый или еще что-то с тобой происходит такое нехорошее. То есть ты не должен никому ничего показывать. Только самому, единственное, кому это только Богу показать свое покаянное состояние. А с духовной точки зрения, то есть вот елей, что означает? С духовной точки зрения, конечно же, елеем мы часто называем это молитву, это слезы, это внутреннее раскаянное состояние, то есть елей на душу. Вот знаете, прям елей на душу, твои слова мне. То есть это хорошее, что-то доброе, которое мы можем иметь от человека, который нас так или иначе что-то такое доброе сказал или от Господа, который нам добрые помыслы послал. И уж тем более, когда мы сами произносим какие-то молитвенные действия, то это тоже елей на душу нам. Это то, чем мы можем помазать свою внутреннюю духовную главу пред Богом молитвами и покаянным чувством. И милости, наверное, еще, да? Ну, это внешнее действие, милостыни, да. А внутренняя – это любовь, прощение грехов и прочие внутренние добродетели. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржань истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровищ на небе, где ни моль, ни ржань истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Вот это глобальные такие слова, которые переворачивают весь мир человеческой жизни здесь, на земле, на планете Земля. Потому что мы как раз наоборот направлены здесь все мысли, все чувства, наше мировоззрение это на стяжание каких-то материальных ценностей. Ну, в лучшем случае каких-то знаний, там, вот как ученые, там, или технологии какие-то, там, значит, собирает, там, различные, тоже, научные коллективы. но это все истлевает, потому что это все материально. Материя, мы видим, есть такие законы Вселенной, которые разрушают все материальное. Какое бы оно ни было красивое, хорошее, там, даже, там, золото и серебро, и те, они истлевают рано или поздно. И если человек ставит перед собой цель в течение своей жизни стяжать вот эти материальные блага и богатства, то он трудится над тленом, над тем, что рассыпется и, в конце концов, ну, а если не рассыпется, то достанется неизвестно кому. После смерти мы видим, какие судебные процессы между родственниками за раздел имущества происходят. До драки доходит, до скандалов, до ненависти, до, там, судов многолетних, там, с апелляциями и прочее, и прочее. Вот, то есть, человек собрал богатство, умер, это оставил другим, и это привело к войне между родственниками. Какое же это богатство? Это бомба замедленного действия. То есть, человек всю жизнь потратил на изготовление этой бомбы, а потом взорвал всех своих родственников, и они передрались и поссорились. Вот, это, как бы, вот один из примеров. Но есть другие примеры, когда человек собирает богатство, и потом его вкладывают в какие-то там, не знаю, аферные какие-то там банки, у него все это просто исчезает, банкротятся банки, человек остается ни с чем. Вот он там трудился всю жизнь, пенсию свою, или там, еще какие-то заработки, откладывал, откладывал, а там в 70-летнем возрасте раз, и все это исчезло в неизвестном направлении, и уже с банкрота ничего и не возьмешь. Господь говорит, что все это либо заржавеет, либо ворами будет украдено, либо истлеет. Все материальное. А вот то, что духовный человек собирает, он в душе своей собирает. И вот попробуйте из души человеческое что-то украсть. воспоминания, навыки, молитвы, покаяния. Тем более, любовь. Да, добродетели, надежду, веру, любовь. Как это у него из души выкрасть? Да никак. Не получится. Да, и чтобы с нами не случилось, это уже все, это наша. И это уже качественный другой уровень. То есть, душа изменяется качественно. Не количественно, как мы здесь измеряем материальные богатства, в количестве, а здесь качество изменяется. Поэтому, даже поэтому мы должны все-таки определять свою жизнь для качественного изменения, для более ценных вещей, которые в вечности пребывают и не истливают, а не для количественных материальных ценностей, которые рано или поздно исчезнут. Ну, здесь, наверное, можно столковать и не как только вещественные, да, но и, например, те же наши страсти. Но это еще тогда хуже, потому что есть люди, которые хвалятся, например, количеством любовников или любовниц, количеством машин или домов или еще чего-либо, или одежды. То есть, в этом мы видим просто удовлетворение страсти. Или количеством выпитого алкоголя кто-то хвалится, или там запасами этого алкоголя. То есть, мы видим, что люди свои дни жизни тратят еще даже и на грех. И это еще хуже. Тогда не то, что добра никакого, они просто еще собирают прямые наказания в вечности для себя. Это, конечно, еще более грустная ситуация. Что вообще для нас добро и зло? Ну, такие два понятия, которые некоторые почему-то сравнивают, но на самом деле это совершенно несравнимые вещи. Добро есть Бог, Творец Вселенной и Его дары. А зло это отсутствие Бога. Ну, вот есть свет и тьма. Но самой тьмы как понятия нету, это просто отсутствие света. Вот так же и зло. Это отсутствие Бога в душе человеческой, которая безбожна, которая не пускает внутри себя Бога и свет Божий. Там живет зло. И это зло, оно не является что-то такое, вот какое-то основанием Вселенной. Нет. Это просто воля, изъявление, выбор человеческой жизни. Вот что такое зло. Вернемся мы снова к посту. Начинаем себя настраивать. Как нам менять свою жизнь? Чем отличается вот такая жизнь угодная Господу от нашей привычной? Ну, прежде всего это собранностью. То есть человек, который не собранный, не следит за собой, он не может и определить правильно свою волю, направить ее правильно. Соберитесь вниманием своим, как Господь говорит, бодрствуйте, внутренне бодрствуйте, следите за своими мыслями, желаниями, чувствами, делами, словами. И этим мы уже начнем меняться, потому что тогда мы будем отдавать себе отчет, что мы делаем. А потом надо к этому вниманию еще добавить то, с чем сравнивать свои поступки, то есть с евангельскими словами Господа, с его заповедями, с апостольскими наставлениями. Тогда мы поймем, что надо отсеять, а что нужно привить себе в этой жизни. Это то, чем мы должны заниматься в течение поста. Как нам немножко поработать над покаянием? Покаяние, оно возникает из памятования о своих грехах. То есть, если человек не хочет или забыл о своих грехах, то надо обязательно себе об этом напоминать, вспоминать их, не забывать ни в коем случае, потому что память о своих ошибках, она дает возможность больше не ошибаться. А память о своих грехах, она дает возможность больше не грешить. Вот в этом основное действие, которое приводит к покаянию. Ну и, конечно же, напоминание о страшном суде и о том, что Господь каждого из нас за малейшее слово, за малейший поступок будет или награждать, или осуждать. Вот это тоже приводит к покаянию, потому что Господь нам все может простить, лишь бы мы в этом покаялись. Он так и говорит в Евангелии, покайтесь, его приблизилось садство небесное. Все, хватит заниматься суетой и ерундой. Покайтесь, и я вам все прощу. Ну и напомню, что мы тоже уже с сегодняшнего дня начали тренировки, репетиции, древние молитвы преподобного Ефрема Сирина, то есть на этой неделе у нас такая подготовка к Великому посту, то есть сегодня не было литургии, в пятницу тоже не будет литургии, и в среду, в пятницу такие постные службы и как раз молитвы преподобного Ефрема Сирина. Со следующей недели надо напомнить людям, что будут литургии как раз совершаться только в среду, в пятницу, субботу, воскресенье. Да, четыре литургии на неделе. В остальные дни причастия нет. Приходим для причастия в среду, в пятницу, в субботу, в воскресенье. И то младенцев, да, в среду, в пятницу не причастие. Младенцы, так как мы их причащаем кровью, то только в субботу и воскресенье младенцев приносите. В среду и пятницу их нечем будет причастить, потому что причастие идет с запасными дарами, а они сухие, то есть кровь, она впитана в тело Христово и, соответственно, для младенчика неупотребляема. Да, и будни, дни они такие насыщены тоже молитвами, кто хочет так вот просто прийти помолиться. Очень длинные молитвы, очень насыщенные, с множеством поклонов, с молитвой Ефрема Сирина. Вот, это все дает нам особое устроение духовное, поэтому всем надо прикоснуться к этому для вашей же пользы. Ну, и на всякий случай вдруг кто-то соберется и причастится в первый раз, может быть, даже, да, Великим Постом такой подвиг для себя лично совершить, совершить, как вот подготовиться? Раньше в Русской Православной Империи хотя бы раз в год во время Великого Поста человек был обязан причаститься. Если он не причащался раз в год, он становился неблагонадежным, о нем докладывалось по инстанции на работу и делались оргвыводы на работе, да, неблагонадежность, то есть неверующий человек. Поэтому надо вспомнить наших предков и хотя бы по этой причине вот была такая традиция, ее надо восстановить хотя бы раз в году причаститься. Я уж не говорю, чтобы раз в месяц. Начать с этого. Начать с этого, да. Вот сейчас Великий Пост, сейчас самое время с этого начать. Подготовиться, это мы постимся обязательно, это мы читаем молитвы ко Святому Причащению, три канона покаянных, приходим на тощак на литургию в храм и исповедуемся. То есть в субботу или в воскресенье, например, приходишь? Лучше, да, в субботу, в воскресенье, конечно. Обязательная исповедь на тощак? Без исповеди причащаться нельзя, ни на тощак не причащаем. То есть даже если кто-то водички попил, не то, что говорит, а я вот кофе попил, больше ничего не ел, нельзя. Горлышко смочил. Да, 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 вот что-то горло пересохло, выпил кофе там, еще покурил. Да, наша уже передача завершается. Пожалуйста, благословения всем нашим телезрителям на Великий пост. Всем помощи Божией, всем благодатных даров от Господа и всем потрудиться с радостью Великим постом, чтобы это принесло нам и в этом мире радости, покоя и покров Божия, и в мире ином уже тоже сложилось в нашу сокровищницу. Да, благодарю вас, отец имени, что вы к нам приехали. Даст Бог, теперь увидимся Великим постом. Спасибо, Господи, до встречи. Да, на сегодня все. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин